Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 апреля. Сейчас хочу показать вам ужасное видео. У кого, ну, кто особо такой, как впечатлительный, лучше не смотрите. Сейчас покажу вам видео замерзшей моей рассады. Я вчера говорила, что у нас будет минус 8 мороз, что у нас впереди сложная ночь последняя. Вот сейчас покажу результат нашей ночевки. Половина рассады замерзла. Замерзло не все, конечно, но вид плачевный. И если у кого-то, например, такого опыта еще не было, он, конечно, будет потрясен, но я потом все расскажу. Сейчас сначала посмотрим. Вот это у нас так прошла ночка сегодняшняя. И все. Даже вот эти взрослые, про которых я говорила, они вроде бы должны выдержать. Сварилось все у меня. Ну, я там вон вообще все упали целые групповые падеж. Сейчас я спущусь, пройду. Ой! Так. Сейчас мы оцениваем ущерб. Все. Какие-то сильнее, какие-то меньше. Тут вообще ужасно. Обратите внимание, вот эти сибирские, которыми я утеплила, поставила туда ближе, они вообще, ну как, ну не видно на них вообще никакого воздействия. Вот эти, которые я поберегла их и сюда на второй ряд отодвинула, говорила, что они капризные-то. Видите, как... Вот это еще один вывод, что все томаты переносят по-разному. Три градуса здесь было. И когда мужчина, вот, я вчера про этот комментарий говорила, писал, что ой, да и до двух можно держать, я там свои... Никогда не слушайте никого. Вот, три градуса было. И те, которые, вот эти крупноплодные инденты, они все упали. Видите, вон там тоже. Вон упали. Ничего далеко ходить. Я сейчас сюда вас перемещу. Вот они. Все, они сварились. Так, вот смотрите. Сейчас расскажу вам, как можно было этого избежать и что случилось у меня сегодня ночью. Это, конечно, очень неприятно. Вот эти вот, которые повзрослее, видите, все валяются. Я не знаю, отойдут они или нет. Ну, замерзло, конечно, не все, но очень много в плачевном состоянии. Есть вообще, которые упали, уже, наверное, не встанут, у которых, вот эти, видите, говорила, ивушки плакучие. Вот они, наши ивушки плакучие. Все. Рядом такой же стоит томат. Вот он, листья. Еще ближе к стене. Ничего с ним. Поэтому всегда говорю, что у меня в моем огороде большинство сортов районированные, холодостойкие, которые я знаю, что с ними у меня будет успех в любой ситуации. Вот так же и на улице. Если рано сейчас высадим, а вдруг холод, похолодание, вот эти вот все загнутся, но вот эти-то останутся, поэтому я всегда делаю на них упор. Сейчас расскажу, почему так у меня получилось. Этого бы не произошло. Я рассказываю, почему так подробно, чтобы уберечь других людей от таких же ошибок. У нас по техническим причинам, я в час ночи выходила, было минус пять на улице, у меня было десять градусов, все было нормально. Я же вам говорила, что я приготовилась, я и расставила их как надо, все включила с той стороны ветродуйку, и с другой стороны ветродуйку. Посредине стоял у меня вот этот газовый обогреватель. И вот слава Богу, что он у нас есть, и что он у нас стоял. Иначе померзло бы вообще все. Что произошло? От того, что долго слишком было холодно, я же вчера весь день ветродуйки включены были, и на ночь оставили, не выдержала. Вот это вот как система у нас есть автомат. Ну, знаете, как везде в каждом доме автомат предохраняющий, вот от перегревания электропроводки, если там большая мощность, или если там короткое замыкание, он вырубается. И вот здесь, видать, провода от напряжения уже перегрелись, что очень долго работали ветродуйки. Автомат сработал, предохранитель вот этот выщелкнулся, все, и ветродуйки, вероятно, как я только ушла, спать я в час пошла, здесь проверяла, ну, в два или, может быть, в три. Ветродуйки, электровентиляторы прекратили работать, и теплица начала благополучно у меня тут остывать. Было сначала минус пять на улице, потом к утру было минус восемь, и произошло так, что на улице температура понижается, здесь подогрева нет, и один вот этот бедный газовый обогреватель пыхтит посредине на одно положение, и представьте, что и под конец тут закончился газ. Я вышла утром в шесть утра, ветродуйки вырублены, электрообогреватель вырубился, газ закончился, потому что в баллоне никак не проверишь, сколько остается газа, много или мало, это как там кот в мешке, вот побрякали вечером, вроде был газ, и хорошо, что я в шесть утра сюда выскочила, я смотрю, тут вообще нет обогрева, представьте, всего три градуса, холод стоит, они еще правда не упали, вот сейчас они упали уже, когда солнце вышло, холод стоит, я вот так потрогала листики, но они вообще ледяные, но три градуса, вот это подтверждает вчерашние мои слова, что меньше пяти градусов, нельзя все-таки томаты оставлять на улице, вот у нас такой произошел форс-мажор, пусть вот это вот мой рассказ, будет особенно для начинающих предостережением, когда вот такие погодные условия, очень низкая температура, видите, как хорошо, когда два типа обогревателей, электро и газовый, потому что во время бурь, во время ураганов, может так случиться, что вы включите, будете спокойны, а бывает, что электроэнергия, ну где-то бывают порывы на линии, или что, она раз вырубается, и все, и теплица благополучно у вас остынет до нуля, и можно было потерять вообще все посадки вот эти, если бы не было вот этого газовика, газовик нас, конечно, спас, но не очень, ой, сейчас подождите, еще покажу страхи божьи, вот интересно, как по-разному среагировали томаты, некоторые, смотрите, вообще листья черные, вот для кого-то это смерть, а для кого-то для вот тех вот, так, так, теперь начнем, про страшное поговорили, теперь сейчас начнем говорить про хорошее, смотрите, если у вас случилась такая беда, подмерзли, замерзли, поморозились, приступаем сразу к реанимации, то же самое, я сейчас разведу раствор, быстренько побрызгаю эпином, посмотрю, чтобы влажные были, весь грунт, чтобы не было сухих лотков, ну и сегодня сделаю опрыскивание, и завтра два опрыскивания сделаю, которые выживут, отойдут, отойдут, которые не отойдут, например, вот у кого бывает, что макушки замерзшие, значит мы их обрезаем, и выращиваем через пасынок, мы получим тот же самый результат, ой, жалко, смотрите, цветочная кисть, ты мой хороший, ну ты че же, спрятался бы между сибириками-то, куда-нибудь бы залез, чувствуешь холод, отползай, ну и эти, может быть, выживут, жалко тогда, когда такая вот рассада, с цветочной кистью, я надеялась, что она будет, ну как, получим ранний урожай, и еще один совет, делайте как я, хотя я и говорю, что я никогда не говорю, делайте как я, я всегда высаживаю, на случай вот таких ущербов, запасную рассаду, то есть, я когда сею, надо мне 20 штук, я сею 30, или даже 40, пусть они этот лишний лоток постоит, если у меня, например, вот с первого урожая, вот этих будет мало, я на 4 теплицы хочу засадить, вот видите, вон там, где падеж произошел, вон упали все, то ли они встанут, то ли они не встанут, вот эти вообще, как эти барышники сейные, ну точно, ивушки плакучие, если не отойдут, у меня всегда есть запас, значит, вот этих вот капризуль, заменю сибирскими, заменю Настенькой, там, сибирская тройка, госпожа удача, все, вот, конец видео должен быть всегда позитивным, не унывайте, если даже что-то замерзло, начинаем, ой, вон там вообще ничего даже не сделать, видите, вон там вот черный прям лоток с черными листьями, ну, если что, будем, значит, отщипать, а, еще хотела сказать, вот смотрите, вот черные листья у меня, потом, я покажу, какие отошли, какие нет, если листья совсем замерзли, вот они сейчас отсохнут, отпадут, вы его не трогайте, пусть он стоит, главное, чтобы была цела, вот эта точка роста, если вот здесь точка роста цела, листья, они обрастут, ничего страшного не случилось, и при таких небольших заморозках, корневая эта система, все равно живая, а эти листья, когда мы будем, например, высаживать, мы все равно заглубляем, нижние листики убираем, из любой ситуации есть выход, как говорится, если мы сюда попали, вход был, значит, и выход есть, все, обрабатываем, реанимируем, обрызгиваем, стимуляторами, регуляторами роста, потом, если листья все обмерзли, не трогайте, они сами обпадут, которые совсем уже, вот это точно обпадет, он сейчас засохнет, обпадет, если точка роста есть, пусть растет через точку роста, если точки роста нет, значит, общипываем замерзшую верхушку, и ждем появления пасынков, все, солнце вышло, все сейчас, самые крепкие, которые не поддались, вот этим заморозкам, у нас отойдут, конечно, но выживут не все, после сегодняшней ночи, я, конечно, думала, что будет сегодняшняя ночь, ужасно холодной, но я не думала, что так, что еще вот, подведут обогреватели, и что закончится газ, но бывает и так, вот это наше огородничество, особенно сибирский, огородник должен быть, с крепкой силой воли, с таким настроем, оптимизмом, одно замерзло, другое сейчас еще, если мало будет, досеем, еще среди апреля, можно посеять ультраскороспелые, ранние сорта, все прекрасно, солнце вышло, живем дальше, до свидания, желаю вам в таких ситуациях, не терять такого, как должно быть присутствие, силы духа у нас всегда, особенно сибирские люди, они сильны, все, пойдем реанимить, все здесь, 誰 может быть и так, чем步ка, ваши вкусы, questão- embaixo, все еще,